Зимний Крит. Зимний Ретево. 1 января. Как говорится, два по сто и осетринки. На закуску были варианты. Подаренный торт, кстати большой и кстати очень вкусный. И конечно же парочка свободно висящих дикорастущих опунций. Очень вкусная вещь, шикарные закуси. 1 января погода нас не порадовала, но море решил исправить эту ситуацию и приготовил нам шикарную жирную радугу. Так что дождик и ветер не испортили нам новогоднего настроения. Но критское солнышко все-таки пыталось бороться с этой непогодой и нет-нет да и проглядывало. И каждые пять минут разительная перемена. То солнце, то ветер с моросящим мелким дождиком, то ветер и снова солнце. И так постоянно. Временами задувало так, что было трудно идти вдоль берега. Но не все боялись такой непогоды. Редкая домашняя живность вообще не обращала внимания на ветер и с радостью носилась по пляжу. А припрятанная во внутреннем кармане куртки маленькая бутылочка раки и нам не давала скучать. И замерзнуть. Как говорится, кое-что из жизни пляжных вещей. «А где ж ты, друг, мой левый друг?» Собственно, сам Новый год в Греции и на Крите, в частности, не является каким-либо таким значимым праздником. Поэтому все сидят дома, делают свои домашние дела, никуда не спешат. Поэтому на улицах очень-очень пустынно. А вот этот маленький песик, услышав человеческую речь, хотя и русскую незнакомую ему, побежал, чтобы с кем-то пообщаться. Видать, хозяева забыли про него немножко. Зима на Крите — это время толстых, одетых в большущую шубу кошек и жирной, жирной зелени. На этом нам встретилось еще одно маленькое существо, которое хотелось с кем-то пообщаться. Красавица, не правда ли? Ну а нам пришло время немножко подзатариться, не идти же потом домой с пустыми руками. В черте города также можно встретить много оливок, которые растут на частных территориях. И почему-то именно эту забыли с осенью еще обобрать, пустить на масло. Ну, значит так было нужно. Ну а это мои любимые разноцветные острейшие перчики. Мы с удовольствием по осени кушаем там и заодно еще проращиваем в Подмосковье. Что выбираем? Помощь зала или звонок другу? Звонок другу. А вот примерно так 1 января, да впрочем 2, 3, 5 и 6 выглядят местные кофейнии. Куча подарков, куча сладостей, много разных напитков. Все это расфасовано по корзинам и ждет своей череды, чтобы быть подаренной кому-то. Крышка мусорного бака закрыта. Это говорит о том, что сейчас явно не туристический сезон, очень мало пищевых отходов, поэтому котейкам приходится тупо сидеть и ждать весны. Ну а некоторые, невзирая на погоду или не погоду, продолжают принимать морские ванны. Ну а у солнечных часов села батарейка. И хотя карнавальные куклы призваны поднять настроение и заставить толпу танцевать, то когда мы входим в старый город, то видим что? Мы видим никого. Мокрые, пустынные, одинокие улицы. Такое ощущение, как будто гостей города попросили на минуточку выйти, чтобы помыть мостовые. И когда они высохнут, появится солнышко и туристы снова вернутся. Смотрите продолжение в следующей серии. Поехали. 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 но находились нагулялись на бродились накупились сели маленько передохнуть чтобы увидеть зимний ретемнинский закат который также очень красив и своеобразен в это время года маленький подарок вспышка прекрасной погоды буквально на пять минут ну и до новых встреч друзья увидимся на крите и и и и и и и и и